что нам делать мы не знаем мы замерзаем мы живем без света почему я говорю договор у меня лично с вами они с товариществом и я там с роду не была и не числа пашковская 131 вот ребята сейчас были они говорят у вас есть предписание по которому вы оказаны обратиться не принимают потому что нет вот этой справочки которую я сейчас прошу выйти из товарищества почему объяснили мне сразу что если у вас не будет этой справки мы вам напишем отписку и все то есть они предупредили сразу но как бы они не взяли документы без этой справки однозначно будет отписка то есть со справкой хотя бы какой-то вариант у меня для того чтобы счетчик снять я должна заплатить наверное электрику ну да они выбрали вот этот пункт закона который регламентирует взаимоотношения товарищества когда здесь свое хозяйство электрическое и теперь они пытаются к нам это применить а у нас другая ситуация к нам это применять нельзя ситуация в снт очень тяжелая с или с энергоснабжением и если взять во внимание тот факт что здесь живут огромное количество людей и дети то можно сказать что она просто критическая администрация ничем не занимается может быть они просто не в курсе происходящего у нас здесь а руководители энергоподающих учреждений занимаются откровенной травлей людей сегодня мы счетчики снимаем зато мы счетчики ставим сегодня мы пишем предписание одно после завтра мы говорим такого предписания мы вам не писали мы напишем вам другое предписание и все это очень беспокоит на самом деле у нас и получается что все все вопросы может решить только путин а на месте вообще никто ничего не решает люди люди не люди вообще непонятно что дорога как будто здесь движение как по северной а дорога как стиральная доска даже не стиральная доска вот то что в 19 веке было как менять губернаторов тогда заставить про их поездить на своей машине вот по этой вот дороге пусть одни сутки туда-сюда раз пять есть губернатор есть в размере да скорая помощь это вообще уже об этом не говорят она разваливается на полгода вот на свою машину посадить человека который за это отвечает и прокатать его целые сутки туда-сюда пусть ссылочку на закон дадут на каком на по соответствии с каким законом вы должны менять автомат мы живем здесь у гражданский кодекса из российской федерации говорит что каждый человек для бытовых нужд может потребить столько электроэнергии сколько считает нужным не имеют права не имеют права менять нам заставлять менять вводные автоматы не имеют права за что не за что как мы сидим без света никто не видит свои здесь под боком теракт это получается что они теракт устраивают значит надо и судить по статье за теракт всю эту нашу любимую администрацию и прочих кто за это отвечает дома которые здесь уже строятся капитальные сдаются в эксплуатацию являются жилыми ну парадокс почему-то оплата идет по городу хотя мы относимся к сельскому поселению ну что это такое как жить то здесь вообще три ампера нам написали три ампера это же вообще смешно что если один какой-то прибор уже два киловатта чайник там утюг и прочее так что можно включить только лампочку или чай больше ничего сейчас у нас ходят по дачам проверяющие по счетчикам снимают пломбы пишут предписание но ведь прежде чем пломбировать нам счетчики предыдущий раз это же сетевая компания поставляющая сама ставила пломбы и все это согласовывалось с ними мы платим ежегодно налог на землю налог на транспорт жилищный налог если я это все платить не буду я меня оштрафуют я буду платить штрафы так вот хочу спросить у нашей власти почему власть не платит штрафы что мы ездим по бездорожью это мало сказано по бездорожью у нас нет света у нас нет ничего никакой инфраструктуры у нас нет элементарно даже насос какой качает воду для того чтобы помыться он берет полтора киловатта это что нам даже не потянет на полтора киловатта когда свет не поступает к нам так как положено 220 у нас эти бывает 150 и 160 даже элементарно насосом просто не потянет ту же самую воду а наша власть ничего никакой ответственности не несет они только занимаются травле народа к сказанному остается только добавить вы сидите там гады в своих теплых кабинетах и дети у вас бегают наверное по теплому полу и живете в 21 веке а мы живем в 14 а между тем мы такие же члены общества полноценные как и вы все едят на работу с работы вот по таким дорогам по каким ездим мы и каждую весну делаем подвеску на машине что стоит между прочим не дешево а 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok